Всем приветики! Ну что, будет сегодня примерочка. Так, я здесь пока еще в пижамочке сижу. Значит, для начала хочу вам рассказать про волосы. Я вчера, ну, я помните, показывала, купила вот эти вот две дешевые маски. Они обе неплохие. Вот эта маска-комплимент. Я ее выбирала по составу здесь. Где-то, наверное, четыре вида масел. Я вчера нанесла минут на 20-25. В общем, я вчера вечером ходила, мацала волосы. Сегодня хожу, и я вообще, я просто в шоке. Просто в шоке. Блестящие, гладкие, шелковистые. Просто жидкий шелк. Но, знаете, когда я филером от Ладор наполняла волосы, естественно, он там остался, он не вымылся. Ну, какая-то часть филера тоже есть в волосах. Я уверена, что эта маска бы так круто не сработала, если бы вот изначально на мои убитые волосы я ее нанесла бы, да? То есть мы, ну, понимаем, что это все вместе срабатывает. Но, я аж прям забыла, что я хотела сказать. А, значит, от филера у меня волосишки были такие вот тонюсенькие. А здесь, ну, я не скажу, что как бы объем, но они не вот как прям сопельки. Я поперлась на Волберюс, думаю, надо еще купить. Ага, нету. Естественно, все раскуплено, но я добавила в лист ожидания. В общем, попробуйте. Маска дешевая, 500 миллилитров. Даже если вы блондинка, если вам не подойдет, ну, как бы, знаете, там 300 рублей, ну, ничего страшного, да? Мы же не за 2000 покупаем маску и потом понимаем за 2000 полкилограмма всего лишь и понимаем, что она не работает. Ладно, в общем состав. Там очень много масел. Здесь не все понятно, как они называются, ну, в общем, где-то 5 или 6 видов масел. Классно. Макадамии, масло кокоса, бабасу. В общем, чего только нет. Я еще купила, кстати, масло жожоба. Так. Ну, в общем, я хожу теперь вот несколько дней. Мацо их, мацо, мацо. Блестящие, шелковистые, эластичные. А еще я себе сама обрезала кончики для волос. Кончики волос. Купила я себе, значит, ножнички. Обычные, парикмахерские, естественно, ножницы. Самые-самые обычные. Купила. Насмотрелась видосиков на ютубчике, как обстричь самой себе волосы. Значит, нужно завязывать вот здесь. Раз резинка, два резинка, три резинка. И вот так вот поворачиваем. И чпоньк, вот так делаем. Но я не отрезала, как бы, скажем, испорченные волосы. Я отрезала, ну, вот эти вот. Не знаю, что. То, что там вот это вот. То, что не успело отвалиться. Вот эти вот остатки, знаете, там вот эти вот перья. Нет-нет. Я их посрезала. Вот. И, честно говоря, волосы как будто бы тяжелее стали. Но я потом еще вот эту вот маску уже нанесла. Вот эту. Как будто бы волосы потяжелее даже стали. Ну, в общем, про волосы все. А сейчас мы устроим с вами примерку. Примерку одежды. Я не наглаживала одежду. Потому что, ну, как бы... Не хочу. Она у меня здесь так вот в пакетах. Где-то на вешалке. Все вот так вот и лежит. Так что сейчас быстренько мы устроим с вами примерочку. Кстати, по поводу волос. Я тут, значит, придумала... Так, простите. Вроде как не этот самый... Не бьюти ролик. Ногти вечерком накрашу. Значит, я тут придумала, что... Я порошком, который мне всегда крашу в этом месяце корни. И перейду на отбеливающие краски. Кто пользовался Веллой? По-моему, Калистон. Называется красочка. Дорогая, конечно же. Но что делать? Там есть, естественно, двенадцатый вот этот обесцвечивающий ряд. Указано от производителя, что на девятке он поднимает на два оттенка. У меня где-то семерка. Ну, у меня прям темный цвет, чтобы вы понимали. Значит, он поднимет меня на девятке только на два оттенка. Это девятка будет. А мне надо поярче. То есть, на двенашке он уже поднимает на три всего оттенка. Ну, мне еще подойдет на десятка. Вот это вот прям, да, мое. Ну, в общем, кто пробовал, может быть, и на шестерке можно. Просто чуть-чуть подольше подержать. Напишите, пожалуйста. Просто я не хочу, знаете, на шестерке сделать себе оранжевые корняки. И что потом я буду делать? Заново это обесцвечивать. Это уже сложно будет. Вот этот желтый пигмент будет сложно обесцветить. И если кто-то пробовал на двенашке, то, возможно, ну, это в любом случае более бережное окрашивание, чем порошком. Напишите, может быть, ну, шестерка порошком жгет волосы больше, чем велоколистон крем краска отбеливающая, да, на 12%. Ну, в общем, сумбурно говорю, надеюсь, вы меня понимаете. Что-то там с Валберис мне пришло. Кстати, сегодня поеду. Ну, я еще померю. Ну, куртку мне надо сдать, потому что у меня две кожаных куртки. Сейчас мы посмотрим на них. Итак, настройка. Холодно. Давайте нейтральненько, да? Я ж чего не делаю. Итак, первый лот. Платье. Платье сарафан. Просто платье. Не знаю. В общем, вот такое платьице. Я, конечно, в таких тапочках. Ну, туфли доставать я их в жизни-то особо не ношу. Они у меня, знаете, где наверху в диване валяются. Поэтому, ну, вот буду в таких тапочках. Могу пасеком. Но сейчас уже прохладненько. Знаете, полы такие прям, ну, они же каменные, они прохладные. Поэтому уж простите. В общем, сзади без всяких вырезов выточек. С выточками без вырезов. Все вот так. И знаете, я думаю, что это платье, в принципе, можно носить и сейчас. Если надевать какой-то сверху кардиган. А может быть, какой-то такой розовенький. Может быть, коричненький. А еще больше. Но я, правда, не пробовала пока. Это, может быть, вот розовый с серым. Вот такой вот пиджачок. И пошло. Такой вот серый брючный. Да, такой у меня есть костюмчик. Вот с него можно с подплечничками. Он сейчас не супер в топе. Он без всяких этих самых. Но я его надела два раза. Выглядит он хорошо. Сшит прекрасно. Можно носить. Даже, знаете, зимой куда-то в гости можно вырядиться. Правда же? Ну, платье, конечно, мне очень нравится. Мне нравится. Мне просто нравится цвет. Мне нравится, что очень хорошо подчеркивает фигуру. Очень нравится, что подчеркивает фигуру. Это платье я купила на распродаже, естественно. И были еще другие цвета. Я даже подумала купить черный, 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 черный такой платье. Потому что сейчас мне нравится идея носить. Вот это платье можно, в принципе, да, было бы, в принципе, носить. И на водолазку сверху, как какой-то такой сарафан. Но у него такой крой. То есть вот здесь как бы еще, ну, на бедрах свободно. А вот здесь полностью облегает фигуру. И поэтому ткань больше, конечно, летняя, но она не супер-супер тонкая. Но на зиму это только куда-то на выход. Просто так носить, ну, как бы такая, знаете, юбчонка будет, ну, прохладная, да. Но здесь настолько все в облипку, что водолазка здесь будет видна. Ну, вот понимаете, да, вот что там что-то есть. Это уже как бы, ну, все, уже не камильфо, не красиво. А если взять размер больше, то вот здесь у меня будет просто все шататься. То есть здесь-то, видите, сама юбка выточки есть, все хорошо садится. Но, в общем, она будет слишком большой, некрасиво уже будет. Здесь вот по фигурке, а там будет уже не очень. Ну, в общем, такое вот платье. Я думаю, что, в принципе, можно даже зимой его выгуливать. Сверху какой-то пиджак, жакет. И, в общем, можно даже в гости. Нравится мне эта идея, что такое вот оно в облипку. Красивое, эффектное, скажем так. Я думаю, что в этом платье, если вы пройдете, вас все заметят, все оценят. Вот, что еще. Ну, и, в общем, блондинка в розовом. Обожаю. Причем, что бы кто ни говорил, мне идет этот цвет. Я сейчас дальше померю блузку. И вы поймете, что какие-то голубые, сероватые цвета. Я теряюсь. Это не мои цвета. Мне нужны розовый, фуксия, коралл. Ну, вот какие-то такие вот прям яркие-яркие. Вот почему-то здесь прям вообще, знаете, как будто бы я в корсете. А дальше, а дальше как-то вот, ну, более-более свободненько. Кстати, еще хочу сейчас посмотреть, ровно ли я... Так, значит, сижу, я монтирую. Думаю, что это у меня там на розовом платье сзади? Ну, вот так вот молния ходуном как-то. Думаю, наверное, как-то его перекрутило. Причем мне комфортно было. Обычно, если что-то кривое, то, ну, вы чувствуете это, да? Поэтому пойду померяю. И правда там вот так вот вшито молния. И главное, так классно вшитое, что нигде ничего не тянет. И вам прям вообще прям очень комфортно. Представляете, как хорошо, что есть, скажем так, вот так вот YouTube-канал. Я бы уже отодрала этикетку. Хорошо, что я этикетки сразу не отрываю. Я была уверена, что все. Я его повесила уже в шкаф. Хорошо, пакет не выбросила. Давай рыскать в этих пакетах, где от платья этот пакет, чтобы сдать. Вот так это иногда, ну, не определишь. Тебе классно все-то там повернулся, посмотрелся. Все, и ходишь по городу потом, да, как дурочка. Вот, поеду, значит, еще и платье сдам. Пере закажу. Секла себе волосы. Но я не ровняла их сильно. Я просто вот эти вот сопли, висюльки, знаете, посрезала. Ну, я как бы не собираюсь там супер ровное делать, потому что все равно сейчас начнутся опять обломыши. В общем, переодеваюсь. Итак, вторая вещь – это вот эта блуза. А чего я даже губы не накрасила? Давайте губки накрашусь, чтобы как-то поярче быть. И накрасила бледно-розовым. Ну, ладно, в общем. Вот, смотрите, про вот такие цвета я говорю. Мне очень понравилась эта блуза. Очень понравилась. Мне понравились листики. Это цвет... Короче, он и не зеленый. Вот такой он какой-то припыленный. Серо-зеленый. Такой сложный цвет. В принципе, вот если просто брать цвет красивый, цвет благородный. Значит, здесь вот такая вот завязочка. Да? К сожалению, она не снимается, она пришита. Ткань прелестная. Вообще просто, знаете, как будто бы вы без ничего. Я не знаю, может быть, действительно, ну, просто помаду какую-то яркую, фуксию, может быть, да, выбрать. Давайте сейчас я попробую. Может быть, вот так я буду ярче, да? То есть, как бы акцент все-таки вот на губы, на лицо притягивается. Дальше. Один раз. Вот. Они у меня, кстати, 44-го размера. Их надо было брать все-таки на размер меньше. Потому что они прям, ну... Вот. Но зато удобно и комфортно. Можно с поясочком, можно без. У меня есть темно-синие босоножки на каблучке. В принципе, нормально. Это, знаете, так вот, ну, вроде как не сильно нарядно. И не просто джинсовые шорты и футболка, да? Здесь все-таки можно так немножечко вроде как принарядиться так, чтобы тапочки не было видно. Ну, в общем, вот такая вот футболка. Ну, там еще была футболка, блузка, да? Летняя блуза. Там еще была блузка пудрового красивого розового цвета. Но там не вот эти вот листья, а вот такие какие-то чуть ли не ромашки. Ну, цвет классный, но вот эти вот цветы мне не нравятся. А здесь мне нравятся вот эти вот... Это даже не листья, это перья, наверное. Что? Ну, нет, листья. Это мансерра лист. Ну, в общем, мне нравится. Не знаю, вот напишите, если с помадой, то ярче, да, наверное. И вообще как вот? Вот вообще как? Так, чуть-чуть по... Чуть-чуть я отодвинула. Ну, по-моему, ничего. Итак, значит, вот это платье я любила всегда носить, ну, наверное, больше весной. Летом, кстати, вот тоже можно носить. Оно, знаете, какое? Оно абсолютно синтетическое. Но оно как шелка. Оно вот сейчас ко мне дотрагивается, и мне даже немножечко прохладно. Я его носила с белыми кедами и с белой косухой. Косуху я отдала и купила себе две. И теперь у нас задача выбрать, естественно, одну. Зачем мне две белых косухи? Так. Тут вот у меня что лежит. Залежалась. Это какая косуха? Это, которую я вчера забрала? Да, по-моему. Та была у меня такая укорочена. Это все-таки, можно сказать, оверсайз. Нет, это первая, которую я забрала. Это первая. Сейчас, подождите. Где эта штука? Вот эти вот фельки мне не нравятся. Сейчас они на всех косухах. Вот эти вот фигни-мигни. Их, конечно, можно даже, в принципе, вытащить. А, в принципе, пусть сболтается, да? Ну, понятно, в застегнутом виде, в застегнутом виде. Я редко хожу в застегнутом виде, потому что... Кстати, эта куртка поплотнее, чем та, которая была у меня. До этого у меня была твоя куртка. Это, не знаю, что это. Ну, какая-то Монтовенко. Матвиенко? Матвиенко. Монтовенко. В общем, вот так. А, в принципе, и с джинсами можно, в принципе, и с брюками можно. Давай. В общем, вот такая куртка. В принципе, они две похожие. Сейчас покажу другую. Главное мне не перепутать пакеты, а то же мне сдавать. А вторая куртка, я ее... Вчера, значит, забрала. Она... Помягче, что ли? Ну, они обе, нет. Они, в принципе, приснились одинаковые. Она вот такая. Она как будто покороче или что. Но мне кажется, она и на платье лучше подходит. А, здесь вот эти вот штуки, да? Вот там не было. Или были. Нет, девочки, здесь не было. Телефон садится. Здесь не было, а здесь они есть. В общем, как думаете? Вообще, по идее, они одинаковые. Вы знаете, та потеплее. Я, наверное, оставлю все-таки ту. Хотя на платье это лучше смотрится. Если застегнуть, она... Фу, зато она воняет, просто жесть бешевая. Как-то она не с той руки застегивается, знаете? Как-то вот не это самое. Ну, опять же, вот эта вот штукенция. Она покороче чуть-чуть, да? Здесь что-то как... Присит. Так, давайте еще раз ту. Потому что белая-белая, косука как... Косука. Косука и косука. И вроде как мы не запомнили, что от чего. Так. То ли она побольше чуть-чуть. Здесь просто рукав. А там как-то вот чуть-чуть вот так. Видите? С этой стороны застежка. А там с той. Вот здесь и застежка удобнее. И, мне кажется, она... То ли кожа плотнее. То ли подклад там на полмиллиметра шире. В принципе, понятное дело, что это такие курточки, знаете, теплого в них... Не, ничего там нет. Никаких. В общем, какую, как думаете? Ну, здесь нет этих штук. Мне вот не нравятся вот эти вот штукенции, по сути. По сути. Не знаю даже. Не знаю даже. Вот если застегнуть, там на спине чуть-чуть притарчивает. Потому что вот немножечко такой, да? Здесь на расширение идет, а здесь на сужение сама куртка. А здесь сзади ничего не торчит. Ну, и с белыми кедами, да? Можно не с этим платьем, с любым платьем. И с джинсиками, и с чем угодно. Ну, я обычно хожу, езжу не застегнутая. В общем, мне нравится, когда вот красная с белым. Это прям такое вот мое сочетание тоже. Так. О! Я держу, держу. Все, в принципе, без разницы, какая куртка. Ну, наверное, это, знаете, эту быстро застегну. Та что-то как-то вот не с руки называется. Это потяжелее даже. Ну, как-то, не знаю. Эту, ладно. Я эту вообще покупала. 44-й сначала купила, потом купила самый маленький, 42-й. Видите, ну, они такие на оверсайз. Меньше не бывает. И потом, просто для сравнения, еще купила вот ту. Ну, я думаю, что эту все-таки... В общем, все, выбрала я. Оставлю я вот эту. Зачем-то вложить в пакет. И зачем-то засовываю эту в пакет. Знаете, чтобы сдать. Чтобы сдать. Сегодня поеду и сдам. Хочу. Хочу-чу. Так, еще у нас на примерку приходит юбка. Юбка шелковая. Значит, надо топ делать. Прошу прощения за топик. Я в нем вчера и окна мыла, и, конечно же, с собачками обнималась. В общем, я была вчера в черных лосинках. Была хорошая, шикарная, можно сказать, даже погодка. И я выпендривалась, ходила. Ну, и, конечно же, в этом топике. А топик белый. Конечно же, я его испачкала. Я отнесла его в стирку сейчас для примерки. Просто взяла. Вообще, конечно... Ну, либо постирать, либо уже можно даже новый купить. В общем, юбка шелковая. Ну, как, а-ля шелк. Красивый достаточно цвет. Она... Вот, значит, чуть-чуть подальше. Ну, тапочки, да, не смотрим на топотульки. Можно, конечно, каблучки. Можно, кстати... Ну, тут уже мерила. Можно даже вот такие осенние туфли надеть. И, конечно же, летом шикарно. Вот так можно ходить. И можно вот сейчас, я думаю, выгулять с таким вот пиджаком. Мне кажется, прекрасно подходит. Что с туфельками, что с вот этими ботинками. Как думаете, подойдет с ботильонами? Ага, не видно, да? Ну, не очень. Ну, в общем, да, понимаете? В принципе, они слишком большие, как мне кажется. Их будет чуть-чуть как-то более миниатюрной в таком варианте. Ну, ничего. Просто можно с туфлями. Просто черные туфли и пошло. Давно, кстати, туфельки на каблучке не носила. Вот сюда прекрасно подойдет. И животик слегка, да, так открыт. И мне нравится, что всякие там эти вот бока не выпирают. А я сейчас еще налопалась, назавтракалась и вафли лупила, и сам завтрак, и потом еще две кружки кофе и несколько вафелек. Ну, в общем, обычно у меня как-то не так дела обстоят. И вчера еще вечером соус ела где-то полдевятого, решила поужинать зачем-то. Ну, в общем. Ну, мне нравится. Мне нравится очень красивый, благородный цвет. Напишите, как вам. Так, пиджак мы будем вешать. Что дальше у нас? Какая примерка? Дальше у нас будет юбка. Еще одна. И брюки. Так, следующая юбка под кожу коричневая. Такая, знаете, коричневая. Слегка рыжеватая. У нее, значит, здесь кармашки. Ну, она сидит на мне вообще не плотно. Какой размер, не знаю. Что это? 44 размер. Значит, можно и вот так ходить. Можно сверху снова вот этот пиджак надеть. Можно, кстати, какую-нибудь вязаную вот эту штучку, кардиган. Очень хорошо здесь точно будут вот эти туфли объемные, огромные. Можно и с черным. Можно даже и с этим можно, с сиреневым таким. Ну, в общем, как хотите. Видите, если вам прям супер наряжаться не надо, вот прям все, что схватили, то и ваше. А дальше, кстати, желтый как подойдет, нет? Так уже у меня эксперименты. Даже желтый, смотрите, с рыжим, по-моему, ничего. Хотя, я бы выбрала не желтый. Я бы выбрала... Где у меня? Вот этот, кстати, хорошо. Я далеко, да? Вот эта рубашка неплохо подойдет, мне кажется. То, что здесь синенькие. Цветочки такие какие-то, что это за Васильки. И, ну, с таким, с коричневым, с рыжим неплохо. Но я бы выбрала ярко-голубую. Давайте ее примерим. Ярко-голубую блузу. Ну, это рубашка United, в общем, бенетоновская. Она очень тоненькая, но ее можно и вот так носить. И вот так даже носить. Хотя так, по-моему, не носят. А можно просто. Просто застегнуть и заправить. Ну, я имею в виду, девочки, смотрим цветовые, да, моменты. Цветовые моменты. Такой коричнево-рыжий очень хорошо контрастирует с таким вот прям ярко-ярко-голубым. Вот в этом вообще сочетании, скажем так, в большей степени под эту рубашку я покупала эту юбку. Юбка мне нравится. Кужзан такой мягенький. Ну, шуршит, шуршит слегка. Бывает прям, знаете, пакет. Пакет-пакетовик. Если сравнивать с кожаными, под кожу вещами от Лаври Паблик, то, конечно, здесь она как натуральная кожа сделана. Она в два раза тяжелее. Она вообще не шуршит. Конечно, у нее здесь изнутри вот этот вот слой, как под кожу. Знаете, сделан здесь, конечно, такого нет. Вот, ну и сейчас я смотрела кожаные вещи, под кожу вещей от Лаври Паблик и вот эту юбку. Девочки, я ее урвала что-то за 600 рублей. Понимаете, да? Там есть, кстати, еще такой белого такого цвета юбка. Но, так, все, эту, короче говоря, юбку больше ни с чем не буду, в принципе, мерить. Здесь, смотрите, мне кажется, с вот этой вот, мое любимое, даже она подойдет, рубашка. Что-то мне запуталось. Что-то мне запуталось. Мне кажется, и с вот этой она будет хорошо, да? Здесь и коричневый, и розовый, и желтый, и синий. Прекрасно вообще. Давайте померяем. Я вас не утомила, девочки? Я вас не утомила, девочки? Два или три пятна. Ну, простите. Вот так даже, прям, смотрите. Ну, бомба. Ну, бомба. Такая. Я иду такая вся. Что-то меня понесло. Ну, все, понимаете, да, чубич? Класс. Это, кстати, рубашка, она прям с легкой такой. Есть покалывание, в ней дико жарко, хотя она тоненькая, можно сказать. Мне кажется, в ней какой-то вид шерсти, прям, внутри. В общем, хорошая юбка, коричневый цвет. Я раньше не любила, но она не чисто коричневая. Она все-таки, но она не светло-коричневая, но у нее есть такой рыжий оттеночек такой, да, ярко-коричневая, скажем так. Такая она акцентная. Можно с белыми свитерами. А, я же все зимние вещи убрала. С белым, с бежевым, с черным, с черной рубашкой. Вот как хотите. В общем, мне кажется, это такая вот прям многофункциональная вещь. Фух, устала разговаривать. Так, сейчас я все повешу и вернусь. Кстати, даже ярко-фуксиевый, мне кажется, подходит под коричневый и розовый тоже. В принципе, короче говоря, девочки, берем себе коричневые юбки. И это смотрится бомба. Последняя, по-моему, вещь, это брюки. Итак, следующие брюки. Это брюки из Кушзама. Невероятного молочный цвет. Или это, в общем, что за цвет, не знаю. Купила классные на распродаже. Они мне вот нравятся. Мне не нравится, что это высокая талия здесь. Ну, хотя, фиг с ним. Даже вот так можно, да? Можно с белой косухой. Ну, все равно как бы с косухой. Пузико-то замерзнет. Ладно, нет, не будем. Пуза свое холодить. Так, купила на распродаже. Девочки, рублей за 800. Последний урвала. Очень сложно купить мало того, что черных кожаных штанов пруд-пруди, коричневых пруд-пруди, хаки пруд-пруди. Вот такой цвет фиг найдешь. Либо большие размеры остались, в общем, моих нет. Еще не найти, когда они либо просто классически широкие, либо, вот как здесь, они получаются даже клешоные, да? Ну, то есть, как бы хочется же, ну, мало то, чтобы они были кожаные, но, как бы, они должны быть модненькие. Но мне не нравится вот тут, вот как-то все торчит. Я пересмотрела просто вчера. Ну, то есть, я уже думала сдавать, не сдавать, но за эту цену, девчонки, за 800 рублей, ну, как ты сдашь? Я заказала еще двое кожаных, подобного цвета, одни прямые. Ну, я померю, конечно же, но они прямые, и у них вот здесь есть шов. И знаете, они как-то, этот шов ноги режут, и вот это за счет того, что они прямые, они же кожаные. И вот какие-то такие немножко такие обудылочки получаются, учитывая, что у меня рост метр шестьдесят четыре. Как это все вот так? И еще одни я заказала, они без застежки. Они вот здесь как леггинсы, причем они как-то так показывают животик, скажем так. Я посмотрела все фотографии, они там во многих цветах представлены, я и в красном, и в синем, и в черном. У всех я смотрела, то есть вот они идут как, что они ко мне начинают, знаете, прилипать, мне в них жарко чуть-чуть. Они начинают вот отсюда, да, вот такая широченная какая-то пояс какой-то, ну, под кожу. И вот этот вот переход как-то так увеличивает, значит, животик обтягивает, потому что нет ни замка, ничего нет. Вот эта вот резинка, и она как-то так увеличивает живот. Вот, в общем, я померю на себе, они мне придут, эти двое, оба эти брюки, они ко мне придут. Те, по-моему, вторые раскалешенные. Вот первые, значит, такие вот прямые, прямые по распродаже две семьсот. Вот, а вот те, которые с этой резинкой, они колешёные, плюс-минус такого вот я выбирала оттенка, они где-то две тысячи. Эти восемьсот рублей, понимаете? Чувая-деть, а? Ну вот, причём я миллиард просмотрела вчера этих брюк, ну, разных, да, разных брендов. И есть, ну, когда девушка же ходит, ну, как бы, кожа из кожи, всё равно вот это вот, ну, заминание происходит. А оно мне не нравится. Так, давайте я сейчас туда пойдём. Так, хочу подальше, чтобы вы посмотрели, как они на меня смотрятся. Вот ещё надо дальше. Ой, пора, 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 пердуньте. Пердуньте, пердуньте, пердуньте. Так, значит. Давайте сначала я отсюда туда, потом оттуда сюда, вот я иду, и вот это вот, как бы, знаете, здесь получается где-то сантиметрик вот до места, нет, если натянуть вот так, то как бы ок, не знаю, но они все такие, в общем-то, это же под кожу, они вообще, кстати, очень много распродажных брюк и этого цвета, за 800 рублей можно урвать, за 900, вот здесь с резиночкой, понимаете, они узкие, либо просто узкие, либо с резиночкой, но такие мне вообще не нужны, мне нужно, чтобы они как-то более-менее были, сейчас их можно было в систему, да, встроить, в общем, дальше давайте взад, В принципе, мне их даже укорачивать, девчонки, не надо Я это не оставлю, через 800 рублей вообще, я вам заказала 2 800, 2 последние, так мне нравится и тканька, мне все нравится, ну вот здесь вот, ну это кожа, это же тень и джинса, нет, можно, наверное, прямо в обтяжку, но это лосины надо покупать, правильно? Ой, не знаю, или я преувеличиваю, пойду что-нибудь надену, знаете, что? Мужа свитер водолазку, потому как свои вещи зимние я убрала в диван здесь, в зале Потому что я же с топом тоже, ну не сильно прям буду нахаживать, правильно? Надо же как-то адекватненько смотреть Смотрим адекватненько Мы с мужем одного этого Блин, почти одного роста, почти одного веса Ну как? Вот это вот что? Вот это вот что? Или я придираюсь? Ну кожаные Ну не кожаные, ну понимай Но мне нравятся цветки, мне нравятся, что они клешоные, мне нравятся, что они все-таки на молнии Но я их не сдам Я дождусь, когда приедут те двое штанов, которые в разы дороже Я их все трое померяю И уже буду делать вывод Потому что, ну, они, возможно, все так сидят Чего тогда вообще париться, правда? Но цвет, вот как-то необычно, все в черный ходят А эти, посмотрите, какие Так они, ну, как бы и сделаны хорошо Они там нигде не перекручиваются Нигде ничего Мне нравится, что они расклешенные Прям очень-очень нравится Вот сейчас ходить с белой курткой Да девочки Да вообще Да еще шпи, понимаете? Вот Такую водолазку Под какую-то яркую Под зеленую Под любую Все И погнали И погнали И вот эти вот бортики подходят сюда Вот сюда они стопудово подходят Вот такие вот Да? То есть, ну, как бы Такой вот Беш-беш-беш Он же может быть разным Так, а что там внутри у меня? Внутри такая вот белая мягенькая штуковинка То есть, в принципе, на зиму их можно будет ходить Ну нет, капроновые колготочки под отдела вообще тепло будет Потому что все-таки продуваться они вообще не будут Легкий флис там, ну, такой вот напыленица Ох, как мне жарко Легкий флис присутствует Но, возможно, на прям дикие морозы не хватит А когда кожа Встывает, она вас холодит Но если колготочки тоненькие-тоненькие То будет прекрасно Ну, в общем, что думаете? Ну, вот эта идея кожаных штанов Вообще никогда не хотела И это уже давно в моде У меня подруга ходит в черных кожаных А я их давно Может, несколько лет назад покупала Ну, вот у нее как раз-таки вот эти, знаете, с резиночками Ну, это уже все И как бы если покупать сейчас Нет, если бы они у меня были, я бы носила с резиночками Но если покупать сейчас, так надо как-то что-то, да? Вот Ну, в общем, пишите Сильно луку тут некрасиво Или, ну, как бы это адекватно Это же, ну, кожа есть кожа, да? Меньше не бывает Это самый маленький размер, по-моему Где бумажка? 42 размер, девочки, меньше не бывает Ну, не перезакажешь никак Они, наверное, не должны быть Это же брюки все-таки, да? Как брюки считаются, не лосики Короче, я 20 минут про эти штаны Ну, прям, ну И нравится, и есть вот этот минус Хотя я уже привыкла к нему Как-то так Так, что еще? Знаете, перезаказала я розовые шорты Но я и другие розовые шорты заказала С другой, другой фирмы А что, кстати, нет этого? Бумажки Что думаете? Эско Я их даже опять На задницу не тантянула Они, мне кажется, не с высокой талии Но они очень яркие И они не очень плотные На лето Ну, в общем, прям подойдут Такой, знаете, тонкий катон Да, такой, как легкий летний джинс Вот так Эти подгубьёхи мои Вот сейчас осень начнется Туда-сюда Они, в принципе, так по распродаже За тысячу там с копейками эти шорты идут Но все размеры пока есть Я не знаю, сколько штук там 44-й, может, один остался, да, последний Но по тому, как, знаете, когда, например, 42-й вы натянули И вы не можете застегнуть Или у вас плотно, и у вас бока свисает А тут я вот так вот их натянула То есть по ходу Здесь вообще дикая маломерка Потому что, в принципе, я 42-ю могу натянуть Мне может быть чуть туговато Но я всегда, ну, обычно всегда застегну Просто я могу взять 44-й в некоторых фирмах Чтобы, ну, лучше сидела, да Вот как кожаная юбка Чтобы она, ну, не в облипку Вот так вот чуть-чуть была, да То есть здесь, я думаю, мне вообще 46-й нужен Потому что, ну, я даже на бёдра не могу дотянуть Вот так натянула, и всё То есть, ну, явно мне не на размер Надо больше брать А на два Ну, в общем, тоже вот сдам куртку Сдам шорты Пока на этом всё Пока на этом всё Сейчас пойду сниму свитер Итак, с примеркой мы с вами закончили Значит, отдаю я только Ой, девчонки, я не могу с этих волос Я их мацаю постоянно Ну, вот просто Да что вообще Обязательно купите себе эту маску Обязательно Я не помню, сколько она стоила Но не 500 рублей Обязательно Её нет, её, блин, раскупили на Валберис Может, на Озоне поищите Офигенная Офигенная Причём я вчера наносила У меня есть маска от Комплимент С красным перцем Я её наносила на кожу головы И сюда я нанесла И сюда я нанесла Вот эту маску И всё дело под пакет И мне так сильно пекло Что, знаете, я бы в этой маске И час походила Но я не выдержала Минут 20 максимум Я ходила Ну, горела так ужасно Я помню эту маску Когда я её смываю Я ещё Тебя от воды горячо Потом я сушила волосы феном А я стала сушить У меня фен выдаёт три Горячие, средние и холодные Я сушу на среднем Ощущение, как будто я себе кипятком по голове Именно вот по коже Я ещё думаю Я что, не ту Эту самую функцию включила Я раз на руку Сюда на волосы Нет, нормально Ну, как бы Он такой Слегка даже прохладный Да, такой тёпленький воздух А здесь прям горело То есть я не стала даже держать час Потому что я знаю Что ещё после того Как я смою Высушу У меня ещё полчаса Вот эта вот Просто Ну, такая вот Раздражённая Горячая кожа Да А если бы я её час Просто Я не знаю Что было Ну, я вообще Я валяюсь Я их обожаю Они такие блестёщие Вам, наверное, может быть И не видно Потому что камера немножечко Она Ну, я когда потом монтирую Я вижу, что Она кое-какие Не показывает вещи Вот, например Здесь вот эти вот у меня пятна Раз, два, три Четыре Ну, такие мелкие Камера может не показать Вообще Например Ну, бывает такое Так, значит Я хочу ещё кофе Третью кружку А когда Чем больше пьёшь кофе Больше хочется Просто пить Как будто сухость такая Во рту Ну, в общем Сдаю я только пока Шорты И куртку Вот Что-то мне там ещё идёт Ну, вот по мелочи Вот брюки ещё выбрать Да, вот эти бежевые Несколько штук Если какие-то круто сядут Пускай даже за 2 800 Но если сядут Они вот так на меня Я их оставлю Хотя Давайте адекватно Часто ли я одеваю Вот такие вот кожаные вещи У меня есть юбка Плессированная Чёрная Которую, да Показала в её паблик Я её за Всё время Одела раза Два Может быть, три В том числе на рынок В 9 Это Я нарядилась Розовая шубка Это Это самое Ботинки Вот эти там На шнурках Такие, да Немножечко армейские Потопала Кожаные шорты От Love Republic Я Когда купила Я какой-то Новый год Даже Одевала Кожаные шортики На одну руку Кофта Вся в блёстках Ну такая, короче говоря Была Потом ещё Может быть, несколько раз Ну, кожаные шорты Я почаще, да Ношу Простите, но я не могу У меня руки тянутся Мне хочется их мацать Это что такое Маска бомба Значит Пускай я за Ну, то есть А шорты у меня Появились раньше Чем кожаная юбка Им уже, наверное Третий год пойдёт И я их надела Раз Восемь Соответственно Если я куплю эти брюки Короче говоря Нецелесообразно За них отдавать Две семьсот Две восемьсот Потому что Одену я их Несколько раз Ну, по идее Вот так Ещё, кстати Крабиков себе накупила Потому что Говорят резиночками Очень плохо Завязывать себе Волосы Взяла себе Вот такой вот Прозрачный И вот В этом заказе Что вчера забирала Я взяла себе ещё Вот такой вот Крабичек Всё, мои дорогие Давайте прощаться Наболтала Мне кажется Минут на сорок Ой, я даже не знаю Оставить всё Или урезать А как урезать Когда такой поток С меня хлыщет До новых встреч Пока-пока Ну, почти не отпечаталась Субтитры создавал DimaTorzok